Что за организация? Ну, наверное, далеко не все знают, о какой организации идёт речь. Это, ну, самая, наверное, большая благотворительная организация в Петербурге. У нас 20, ну, можно сказать, вот так, в зарегистрированной форме уже 22 года. А если отмерять от начала деятельности, то 25 в этом году будет. И у нас около 180 сотрудников, около 40 волонтёров каждый год, проходящих так называемый добровольный социальный год. Это такая, в общем, особая программа, когда волонтёры работают весь год, 40 часов в неделю, ничем другим не занимаясь, кроме этого, в наших программах. И получают небольшие карманные деньги, которые позволяют не умереть с голоду в это время. Обычно это чуть меньше прожиточного минимума. Вот. И, кроме того, у нас там, ну, думаю, что пара сотен волонтёров, которые не добровольный социальный год, а вот такие, которые, ну, приходят обычно там на пару часов в неделю. Ну, вот как-то так. Или пробона. То есть это довольно большая организация, и у нас очень специфическая, очень узкая целевая группа. Это люди, дети и взрослые с тяжёлыми ментальными нарушениями и с множественными нарушениями. То есть такими, ну, когда обязательно есть умственные или психические нарушения, и к ним ещё могут быть присоединены то, что они на колясках, или, например, они не видят или не слышат. Вот. То есть, в общем, это, ну, скажем, такая группа, которая выбрана нами именно по принципу последних в очереди за благами, вниманием, поддержкой. Ну, с нашей точки зрения, это самая обездоленная часть общества. И начали мы работать с детьми с тяжёлыми ментальными нарушениями в так называемом лежачем корпусе в самом большом детском специализированном интернате страны на тот момент. Там было 600 человек детей. Вот. Они были распределены по четырём корпусам. И в четвёртом так называемом корпусе, где работаем, и работали мы всегда, все 20 с лишним лет, там находились самые такие, ну, дети с самыми тяжёлыми нарушениями. Называлось лежачий корпус. Лежачий он, собственно, был, потому что у них не было колясок, и никто их из кровати не вынимал. Сейчас он уже отнюдь не лежачий, но, в общем, вот такая ситуация. Ну, и когда дети вырастают, то они переходят, как правило, в психоневрологический интернат, наши ребята, и мы за ними пошли в психоневрологический интернат взрослые, потому что невозможно оставить человека по причине того, что ему 18 лет стукнуло, и теперь он нас больше не интересует. Вот. Поэтому у нас такая же большая программа в психоневрологическом интернате, куда они поступают, а теперь уже во всех психоневрологических интернатах Питера, потому что наш уже насытился, с которым мы работали, и теперь наши выпускники попадают в разные интернаты, и мы их там тоже сопровождаем. Ну, и, кроме того, мы ловим ребят на входе, а именно стараемся помогать семьям, где дети с тяжелыми множественными нарушениями, и, ну, так, чтобы семья справилась, и чтобы ребенок в интернате не оказался. Поэтому большая программа поддержки семей, там есть и центр дневного пребывания для детей, и центр дневного пребывания для взрослых, где целый день человек может осмысленным каким-то заниматься трудом или чем-то посильным. Вот, есть гостевой дом, где можно любого взрослого или ребенка с любой тяжестью нарушения оставить на пару недель, на месяц, если семье нужна передышка или нужно маме лечь в больницу. У нас есть тренировочная квартира, есть дом сопровождаемого проживания, теперь еще несколько квартир, где живут те, кто раньше жил в психоневрологическом интернате, вот, живут среди людей, так называемые дома сопровождаемого проживания. То есть это большая разветвленная организация, вот, просто, ну, вот, я закончила, как бы, представление о том, что это за такая маленькая империя. Вот, и с моей точки зрения специфика заключается в том, что эта организация вся управляется не по целям, а по ценностям. Вот я, собственно, об этом хотела рассказать, потому что, ну, все, кто когда-нибудь изучал менеджмент, они хорошо себе представляют, что такое управление по целям, да? Вот, а вот такая структура, которая управляется по ценностям, вот я попробую рассказать, как она, во-первых, как она выстраивалась в историческом аспекте, какие она переживала трансформации, вот, и какие принципы все-таки, ну, скажем так, ну, даже принципы, это слишком сухо звучит, ну, какие механизмы управления в ней были там всегда и постоянно, как бы. Вот. И, конечно, можете задавать вопросы, пожалуйста, в чате и спонтанно. Ну, вот, ну, наверное, имеет смысл, я думаю, что то, как вообще организация зародилась, имеет смысл об этом рассказать, потому что это, несомненно, играет, мне кажется, большую роль. Вот. Как все это вообще произошло? Вот в момент, когда я присоединилась, и когда мы зарегистрировали организацию, в ней было пять человек. Начала все немецкая студентка Маргарета Фундерборг, которая, ей было на тот момент 30 лет, она вообще из очень хорошей семьи, аристократической немецкой происходит. Вот. Это такая баронесса в джинсах, понятное дело, и она в тот момент изучала русский язык, влюбилась в русскую культуру, в русский язык, училась в нашем университете, и случайно в качестве переводчицы попала в детский дом-интернат для детей с умственными нарушениями, в так называемый лежачий корпус. И когда она тогда пришла, то она пришла в ужас от того, что там полная тишина, что дети даже не плачут, что все лежат в кроватке с подвернутыми одеялами, вот, в кроватках. И, конечно, это произвело мне вообще оглушительное впечатление, потому что, ну, дети так жить не должны. Вот. И, наверное, я всегда об этом думаю, что вот я не знаю, кто из российских граждан, ну, вот я, по крайней мере, не встречала, вот кто в такой ситуации, ну, скажем, начал бы что-то делать, исходя из малой пользы, да, вот просто. Ну, вот лежит-то там 150 человек детей, 56 в среднем в год из них умирает в течение года, да. Значит, в общем, океан детского несчастья, а ты один, да, вот стоишь такой, студент посреди всего этого. Ну, заплакать и убежать, да, но она начала что-то предпринимать. Она притащила сначала одного человека, какого-то тоже немецкого студента, да, потом она кликнула клич, нашла каких-то российских специалистов, которые там что-то такое, какую-то библиотеку игрушек вели, притащила их туда, потом написала какие-то письма в 40 организаций, что нужны волонтеры, потому что было понятно, что никаким оборудованием, никакими апельсинами тут не поможешь делу, нужны руки. Вот, только одна организация откликнулась, которая отправила первых трех волонтеров немецких в этот интернат, но и потом, в конце концов, она там нашла меня еще, да. Но немножко про себя скажу, что я вообще клинический психолог, и после университета я работала в психиатрической больнице 7 лет. Вот. И, ну, сказать, что я была не согласна с тем, что там происходит, это ничего не сказать. В общем, я, на самом деле, постепенно доходила до отчаяния. Сначала там я рыпалась, я что-то попыталась предпринять, но когда ты сидишь внутри системы один, то ты, в общем, ну, переживаешь совершенно страшное бессилие, когда ты, в общем, каждый день не согласен, и при этом ты винтик общей системы, ну, скажем так, ну, как вам сказать, ну, на тот момент психиатрия была, ну, совершенно обезличенным явлением, да, то есть она вся была нацелена на то, чтобы стереть симптомы, человек был неважен совершенно, его рассматривали как меловую доску, да, с которой надо было просто стереть психиатрические симптомы, и всё. Вот. И, ну, собственно, я, так сказать, там мои все попытки куда-то рыпнуться, они привели к тому, что я получила прозвище «Наша Офелия». Довольно добродушное прозвище такое. Нельзя сказать, что ко мне плохо относились, но в конце концов моя заведующая сказала, знаете, вы можете не посещать собрание коллектива трудового. Ну, в общем, это, то есть я попала в изоляцию такую, мне даже сделали из туалета мой собственный кабинет, чтобы как-то меня изолировать. Я сидела в таком кабинете, покрытым кафелем, и занималась там психотерапией, пыталась заниматься психотерапией с душевнобольными. Ну, и, собственно, это не входило в должностные обязанности психолога. В должностные обязанности входило только тестирование. Вот. И я с ним справлялась, но потом я занималась тем, чего душа просила. Но всё это, конечно, были очень детские попытки. Вот. И в конце концов я оттуда ушла. И ушла я оттуда в совершенно другую область, в область организационного консультирования. Я переквалифицировалась, переобучилась и чувствовала себя абсолютным предателем. Вот я была противоположна Маргарите. То есть я ровно сдалась, я совершенно бросила всех этих людей в беде. И я помню, как я уходила из этой огромной больницы на три тысячи мест. Это целая империя, 30 корпусов в огромном парке. Это ещё дореволюционная больница. И понимала, что я предатель, лузер. Я сбежала. Я всё бросила. Вот. И поэтому, когда я встретила Маргариту и увидела какую-то немецкую гражданку, какую-то баронессу, которая почему-то считает, считает, что она тут может вообще кому-то помочь. И невзирая ни на что, она пытается что-то предпринять. Вот. То, в общем, я поняла, что судьба меня догнала. Вот. И, собственно, вот мы с ней учредили российскую организацию. Ну, так, чтобы сократить немножко сюжеты. Упрощаю чуть-чуть. И, собственно, начали вот эту работу. Вот. Что за ценности, да, по поводу которых мы там собрались? Вот эти люди, которые занимались библиотекой игрушек, вот эти вот немецкие волонтёры, которые приехали специально в Россию работать в этом детском доме. Что это вообще за странное собрание людей такое было, да? Знаете, интересно, что санитарки всё время разгадывали этот ребус. Санитарочки в детском доме. Они думали, зачем тут этим людям вообще вот эти дети нужны, зачем это всё. И, в конце концов, ну, во-первых, нас всех называли немцами вне зависимости от национальности. Вот. И, во-вторых, хотя там было, на самом деле, больше половины русских из этих шести... Нет, сейчас я вам скажу. Там было три... Нет, четверо немцев, да, но и трое русских. Да, можно было называть нас немцами по большинству, да. Вот, в самом начале. Так вот, в конце концов, в общем, вердикт был такой у персонала интерната, что Маргарита и немцы приехали сюда избывать свою вину в Великой Отечественной войне. Вот. И это, конечно, было потрясающе совершенно. Вот как-то вот на этом объяснении люди, в общем, успокоились. То есть оно им как-то показалось логичным. Правда, что тут русские делают, было не очень понятно, но как-то, в общем, смирились с этим. Вот. Вот такая история. Ну, а что на самом деле? Знаете, я расскажу немножко... Ну, про себя я уже рассказала, да, вот что это такое было. Вот, знаете, это какой-то был жуткий протест против обезличивания, да, вот против того, что человеческие существа могут рассматриваться как не имеющие вообще личности. Вот это вот, ну, какой-то вот... Вот, не знаю, это правда, это невозможно перенести. Вот. А Маргарита, у неё такая была история. Она... Я бывала в её имении, это там огромные земли, в северной рейне Вестфалии, замок, окружённый рвом, там, ну, понятно, да, семья, которая прослеживает свой род до, там, 15 века, потом как-то они начинают немножко путаться. Ну, и это очень... Ну, как это сказать? Это старые деньги, это устойчивое такое благополучие, да. И когда... Она говорит, что когда в 14 лет приблизительно она вдруг поняла, что не весь мир так живёт, что вообще-то люди живут по-другому, и вообще-то они живут, ну, скажем так, очень неблагополучно, многие, да. Это её до такой степени потрясло, и она почувствовала себя ответственной, что ли, да, вот за то, что такая огромная разница между тем, как живёт она и тем, как живёт какая-то часть мира, общества, вот, что вот это столкнуло её, ну, сначала на работу в России с уличными детьми, и потом вот она попала... Тогда в 90-е годы были... Было много уличных детей, наверное, помните об этом. Вот, и потом она попала вот в этот, собственно, интернат, где уж совсем всё грустно было. Вот. Вот, собственно, такая история. И когда мы начали работать там, и у нас были волонтёры, первое, что было написано в наших, ну, как бы, должностных обязанностях волонтёров, но у нас такие были, как бы, как бы список обязанностей, так это называлось, волонтёры. Первый пункт этого списка заключался в том... То есть звучало так. Мы здесь не для того, чтобы кого-нибудь учить. То есть, в общем, в основе была такая концепция, что мы ни в коем случае не... Ну, не хотим изменить систему, на кого-нибудь научить, там, чему-нибудь из персонала. Мы хотим быть просто с детьми, которые в беде, мы хотим с ними разделить их судьбу и сделать, что возможно для того, чтобы рядом с ними был человек, который откликается на них, как на личность, без всяких определённых задач, без каких-то специальных задач развития. Просто кто-то, кого этот ребёнок интересует с его желаниями, с его прихотями, в конце концов, настроением, да. Вот. И вторым пунктом было, что задача волонтёра – это проявлять внимание к потребностям ребёнка и дарить ему тепло. Потом я расскажу, что этот пункт нашей инструкции, так называемой, нам принёс. Это такая отдельная история. Я пока её откладывала. И вот так мы начали. И начали мы очень-очень скромно, и около 10 лет это было, ну, конечно, нас становилось всё больше и больше. Мы сигнализировали очень такую простую мысль вовне, да. ну, то есть, как бы давали сигнал, на который слетались определённые люди. Мы, в общем, сигнализировали, что ты здесь очень нужен, и ты можешь, ну, скажем так, сделать ребёнка не таким одиноким, что здесь находятся люди, которые, ну, никому не нужны, да, они не нужны своим родителям, потому что от большинства из них отказались уже в роддоме, потому что они не такие, как надо, не такие, как родителям мечталось, когда они вынашивали ребёнка. Они разочаровали всех, потому что у них нет реабилитационного потенциала. Специалисты не видят смысла с ними возиться, потому что их не вылечишь, вот, и не выучишь. У них не было ни одного педагога и ни одной воспитательницы в их жизни. Были только нянечки, которые за ними ухаживали, ну, и медсёстры, и врачи. Вот. И, ну, такое тотальное одиночество, при котором угасал рефлекс плача, можете себе представить, да, то есть дети не плакали, потому что плачь, не плачь, ну, никто тебя на руки всё равно не возьмёт, поэтому через некоторое время рефлекс плача угасал. Вот. И вот эта тишина, это было самое страшное, и поэтому, собственно, мы сообщали о том, что ты просто можешь быть рядом с человеком, который никому не нужен, и дать ему сигнал, что кто-то вообще им в этой жизни заинтересуется, и кто-то в нём заинтересован. Самая поразительная штука, то есть мы, ну, поскольку я пришла из бизнес-консалтинга, я, конечно, захотела через, всё-таки через, там, 3-4 года, я захотела исследовать, какие изменения в жизни детей вносит наше там присутствие, потому что, ну, на тот момент ничего не изменилось, кроме того, что мы там присутствовали. И мы хотели замерить количество простудных заболеваний, навыки, появившиеся вновь у детей, там, и так далее, и попросили врачей корпуса просто из истории болезни выписать вот все вот эти вот, ну, параметры как бы, да, просто собрать статистику, потому что нас не подпускали к истории. Но выяснилось, что в истории, в общем, ничего не отмечается, кроме рост вес и жив умер. И как-то они не любят отмечать ни простудные, ни инфекционные заболевания, а навыки вообще никого не интересуют, они там просто не отображаются. Ну, потому что это медицинская карта по существу, да. Вот, ну, и мы сказали, ладно, тогда посчитайте нам хотя бы жив умер и рост вес, вот. И выяснилось, что дети, значит, сначала там умирали 56 человек в год, потом 40, потом 25, потом 15 и потом 8. Можете себе представить, да? Ну, и кривая, то есть они стали физически расти, да, там же дети такие, которые, например, там 16 лет могут весить там 14 килограмм, например, да. Вот, то есть они физически не растут от заброшенности, а тут они, значит, начали прям, ну, прибавлять в росте. Вот, вот такая вот история, такие грубые показатели откликнулись. Ну, то есть, в общем, все как бы было вот таким, что, ну, мы старались сделать все для того, чтобы быть незаметными, чтобы система не отреагировала так, что, ну, чтобы она нас просто не выгнала оттуда, потому что все кругом говорили, ну, как вас вообще туда пустили, ну, как это вас терпят, там же санэпидрежим, там же вы же принесете какие-нибудь бациллы, дети такие слабенькие, ну, и всякое такое, да. Она становилась все больше и больше, и в конце концов, там, на следующий год нас уже было 20 человек, еще через год ежедневно на работу приходило 40 человек. Ну, то есть это как-то вот нарастало, да. И поэтому в какой-то момент мы с Маргаритой обсуждали, что, похоже, система еще увеличения количественного просто не выдержит, она просто начнет нас, ну, отторгать, да. Ну, и, собственно, так оно и получилось. Вот, то есть, скажем, поначалу, вот смотрите, какой, значит, какой был как бы сигнал, да. Нам было очень важно ясно сигнализировать вовне, что мы не ожидаем, что мы изменим радикальную судьбу этих детей, что мы не ожидаем, что мы будем способствовать как-то очень сильно их развитию, что вообще мы не ожидаем результата. Мы ожидаем быть рядом с ними. И все результаты, они побочной природы как бы, да, то есть мы на них не работали, да, они случились. И поэтому к нам в основном рекрутировались люди. Вот интересно, что у нас было на тот момент очень мало, например, педагогов, специальных психологов, медиков, студентов, да. Ну, в основном молодежь к нам шла, но это были студенты-журналисты, финансисты, юристы, ну, какие-то художники, в общем, какие-то очень-очень странные, непрофессиональные совершенно люди, которые мы потом с Анной Львовной Битовой, кстати, не раз это обсуждали, знаете, у которых есть собственный опыт отвергнутости и заброшенности какой-то, да, благодаря которому мы можем идентифицироваться с этими детьми. Конечно, не такой страшный, как у них, но какой-то отголосок, да. Вот у меня это, например, было переживание очень отчетливое, и оно меня прямо толкало вот в эту систему, знаете, когда я однажды очень маленькая, в 4 года заболела в санатории, куда меня родители отправили, и меня положили в изолятор. Положили в изолятор, приносили мне 3 раза в день еду, там не было ни игрушек, ничего, и я выдергивала пух из одеяла, ну, потому что нечем было заняться, и меня потом за это страшно отругали. И вот это вот чувство страшной скуки и заброшенности, да, вот в этом изоляторе, вот оно, этот опыт мне как будто бы, ну, вот давал какую-то возможность понять, что происходит с этими детьми. Вот. Поэтому вот как бы мы, когда мы проводили собеседование, отбирали волонтеров, мы старались, ну, как бы одним из таких, ну, что ли, противопоказаний, да, то есть, ну, ну, скажем, признаков того, что этот человек нам не подходит, была как раз нацеленность на результат и желание иметь быстрые какие-то результаты. Вот. Вот, собственно, так это было. Ну, и на этих ценностях много чего держалось. Значит, что было очень важно? Очень важно было, во-первых, чрезвычайно чётко их транслировать, да, вот эти вот вещи, ради которых мы здесь, для того, чтобы на них откликались, ну, скажем, ну, не знаю, что ли, люди, которые адекватны задачам, на которые мы их приглашаем. Вот. И ещё была такая, знаете, вещь, вот, вряд ли ты где-то можешь иметь такое значение для кого-то, как вот ты можешь иметь здесь для этого ребёнка. как будто, знаете, тут сюда рекрутировались люди, которые, ну, скажем так, которым важно было делать что-то очень важное, а не просто что попало, да, ленивые такие, которые ради пустяка с дивана не поднимутся, да, только исключительно ради очень серьёзной причины важной. Вот. Поэтому тут, конечно, много таких вот было, ну, у нас много было, скажем, дисциплинарных проблем всегда. Ну, люди опаздывали, например, и нам приходилось решать, как к этому относиться. Но они, например, опаздывали, а потом они могли там до ночи там сидеть, их оттуда не выкуришь. Да, вот Юра кивает, тут, наверное, знакомо, да? Да-да-да. Ну вот, и то есть тут тоже как-то надо было, ну, вот, понять. И ещё надо было создать такое пространство, и вот тут я подбираюсь к одной истории с перспективами, которая на самом деле очень важная. Надо было создать такое пространство, где у человека очень много возможностей проявлять свободу и инициативу. А это сложно в учреждении, где очень строгие правила, где очень много запретов, где нужны санитарные книжки на каждого волонтёра. И вот как создать это пространство инициативы? Ну, мы еженедельно встречались со всеми сотрудниками и волонтёрами, мы сидели с ними в кругу. Мы давали им отреагировать на то, что невозможно ничего изменить радикально в жизни детей, что то, что мы делаем, это очень маленькая польза, что мы уходим, а дети остаются в этой ситуации. И там же они могли, ну, скажем так, внести какие-то идеи. И так возникла от одного из наших волонтёров возникла идея, что мы должны сделать школу прямо здесь, внутри корпуса, без всякой лицензии. Маленькую школу. Вот. И мы отжали какое-то пространство, сначала один кабинет, сделали там класс, приняли на работу коррекционных педагогов, там специально возили в Германию учиться тому, как работать с детьми без речи, с детьми без вообще, без каких-либо, так сказать, ну, интеллектуальных выраженных возможностей. Вот. И скажем так, у нас был слоган этой школы «Радость через развитие». Не развитие через радость и игру, да, а радость через развитие. То есть у нас как бы развитие было подчинено тому, чтобы ребёнок испытывал радость от того, что он что-то смог, чего он вчера не мог. Вот. Не потому, что это принципиально там что-то изменит, а потому, что у человека есть потребность делать что-то новое, чего ты вчера не мог. Это приносит воодушевление. Это правда потрясающе, переживается радостно. Вот. Вот так у нас стали там работать вот коллекционные педагоги и школа. Ну и понятно, что это тоже всё было тихо, никого особенно не интересовало. И тут грянула беда. И организация начала меняться. А именно поменялся директор интерната, пришёл новый директор, врач-инфекционист по своей природе, который сказал, что вообще эти тут делают, они же на них дышат. Вот. Ну, против этого трудно было что-то возразить. Мы действительно на них дышали. И, в общем, она начала борьбу за то, чтобы нас тут не было. И мы поняли, что всё. То есть непубличность нас погубит. Мы должны, во-первых, становиться публичными. И, во-вторых, мы, в общем, так просто не сдадимся, и мы не оставим этих детей. Вот. Началась война. Некоторые, может быть, что-то знают об этом. Мы обращались во все инстанции, писали всюду письма. Комитет по социальной политике. Это вот, ну, эквивалент вашего департамента в Москве, да. Он поддержал директора. Вот. Мы двинулись дальше, в сторону уполномоченных. Они нам тоже не помогли. И, в конце концов, в общем, мы добрались до Астахова. И Астахов приехал. И был великий скандал, великая битва, когда обе стороны ему что-то доказывали. И, в конце концов, он постановил уволить директора, оставить волонтеров. И впервые, в общем, проблема была публично озвучена вообще. Проблема того, что у детей нет ни педагогов, ни воспитателей, ничего вообще, кроме элементарного ухода и медицины. Вот. И мы разогнались. Мы в этой борьбе очень сильно разогнались. Кстати сказать, эта борьба шла год. И наших волонтеров и сотрудников травили. И мы любим хлесткие названия. Мы объявили этот год проектом блокада. То есть наши сотрудники, ну, там сначала их просто не пускали. Они лезли через забор к детям. Я вызывала прессу, прессы снимала, как наших волонтеров снимают с забора и выкидывают из интерната. В общем, короче говоря, эта битва была такая, но не на шутку. Но потом, собственно, уже просто физически не пустить их в интернат никто не решался, но их просто пытались, так сказать, зажать всевозможными обвинениями, ограничениями и так далее. И реально среда была очень ядовитая и враждебная. И мы говорили людям, ребята, надо отстоять. Это блокада. Мы защищаем мир детей, да, вот этих. И мы здесь будем мучиться, но сидеть во что бы то ни стало. Даже если нам ничего не дают делать, мы здесь будем просто быть. Вот. Ну и ребята, в общем, все выстояли. На самом деле это было чудесно. Но мы в этой борьбе разогнались. И мы поняли, что всё, так сказать, скандал уже состоялся. Уже то, чего мы столько лет боялись, что система нас выкурит, уже случилось. И мы уже победили. И сейчас мы начнём эту систему менять. Вот. И, в общем, иногда я благодарю Галину Ивановну Племянникову, этого прекрасного директора, который дал нам такого чудесного, волшебного пинка. Потому что благодаря этому уже через... Сейчас я вам скажу. Через два года уже у детей была школа, официальная школа. То есть дети интерната были зачислены в школы. В корпус пришли учителя. Наша Академия постдипломного образования педагогов начала очень массированный курс для коррекционных педагогов по обучению детей с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, с множественными нарушениями. И, конечно, они привлекли для обучения своих педагогов, наших педагогов, которые... Да, они были все дипломированы из этой нашей маленькой школы. Но у них не было, ну, скажем так, никакого статуса, как бы, да, вот такого, чтобы обучать учителей. И между тем их привлекли к этому делу. И вот это обучение всё происходило на базе нашей маленькой школы. И в конце концов Питер стал первым городом, где все дети из социальных интернатов были зачислены в школы. Все без исключения, вне зависимости от их статуса. И начались очень серьёзные вот эти вот программы повышения квалификации учителей и так далее. Я знаю, что не во всех регионах до сих пор зачисляют всех детей в школу. Но вот в Питере это случилось уже совсем бесповоротно. И это, конечно, ну, в том числе произошло из-за того, что мы сделали публичным, ну, вот то положение, в котором дети находятся. И показали, что, может быть, по-другому мы показали, что дети могут обучаться при любой степени нарушения. Вот такая штука. Ну, и тут, конечно, ценностно произошёл некоторый разворот. И тогда у нас впервые возникло новое послание к волонтёрам. Знаете, оно вроде бы так, на первый взгляд, ничем и не отличается. Но вот на баннерах, метро, всюду, где мы привлекали волонтёров социальной рекламой, всюду мы писали «Измени их слэш свою жизнь на один год». Вот. То есть вот это вот как бы послание изменения, оно вот, ну, как бы стало ключевым, да. То есть как будто бы на передний план вышла какая-то новая ценность, да, ценность, связанная с внесением изменений в окружающий мир, ну, с тем, чтобы что-то было не так, как до этого. Вот. И надо сказать, что это привело, ну, это, знаете, как всегда, когда культура организации немножко меняется или не немножко. Это довольно драматический процесс. Но что всегда было и что всегда осталось, навсегда осталось, это то, что мы всегда давали возможность людям проявить инициативу и придумать, предложить и сделать что-то, что они считают ценным. Это было и осталось. Но вот этот вот дух изменения среды, он был новым. Скажем так, мы, во-первых, такое сделали послание всем нашим сотрудникам и волонтерам, что нам совершенно все равно, мы или кто-то другой сделает то, что нужно ребенку. Это все равно. Если разумнее заставить это сделать, например, сам интернат или школу, то нужно сделать вот это. Если совсем невозможно это получить от государства, от государственных структур, тогда это мы делаем своими силами. И постепенно, скажем, мы стали все больше и больше выходить в сторону введения случая, если говорить так. То есть наши волонтеры из людей, которые меняют памперсы, просто кормят, гуляют, играют, и наши сотрудники, которые там, педагоги, например, которые помогают ребенку освоить что-то новое или просто, скажем, организуют его досуговую деятельность. Вот. Наши сотрудники из этих сотрудников стали превращаться в довольно боевых таких вот людей, которые сопровождают конкретную группу детей. Ну, например, там 5 или 10 человек, иногда там бывает, к сожалению, и 15 у нас, хотя мы стараемся, ну, чтобы не было так много. Вот. Когда они вникают в судьбу каждого из этих ребят и пытаются провести его через все структуры, которые могут предоставить ресурсы для помощи ему и внутри интерната, и в школе, и в медицинских учреждениях, и в досуговых центрах, например. Вот. Это, ну, скажем, роль, которая совершенно непонятна, совсем непонятна государственным учреждениям. Пока ты еще просто пришел и что-то дополняешь из того, что делает учреждение, но это еще как-то понятно. Но когда ты пришел и чего-то требуешь для человека, то зачем ты вообще сюда пришел? Вот. И получается, что это такая вот история, знаете, вот, например, фонд Адвита, он транслирует такое послание «Помогать легко». А мы транслируем, что помогать тяжело, ты не будешь иметь никакой благодарности. тебя будут с утра до ночи обвинять. Вот. Тобой будут недовольны, тебя будут критиковать, тебя, может быть, даже будут ненавидеть. И это, конечно, ну, скажем так, это заставило нас рекрутировать людей, которые могут очень хорошо выносить конфронтацию. и которые могут пережить, ну, жить без того, чтобы получать вознаграждение в виде благодарности. Ну, конечно, от детей понятно, там не столько благодарность, сколько радость, да, которая на тебя изливается, и это очень круто поддерживает. вот. Но о благодарности особо речи не идёт, но дети же, они не такие люди, которые там именно, ну, скажем так, думают о том, вот, какой он молодец, сколько он для меня сделал. Нет, в общем-то, это не про это, да, скорее дети думают, вот, здорово, что он пришёл, да, вот, дети в определённой степени эгоцентричны, и надо сказать, что наши взрослые тоже имеют такую детскость, да, наши взрослые подопечные, выросшие, когда они тоже, в общем, ну, в определённой степени эгоцентричны, и это очень здорово, потому что они при этом искренние, они нисколько не лицемерят, они не грузят себя сложными расчётами, учётом твоих интересов, они, так сказать, живут, да, душа нараспашку, вот, это такое удовольствие с ними общаться, но благодарности не жди. Вот, такая вот история. Тогда, что? Тогда, в общем, наверное, самое главное, это ну, не знаю, что ты, что ли, не зря живёшь, что ты что-то меняешь, и что ты источник радости для кого-то. Вот, такая вот приблизительная вещь, такая ценность. Ну, и, а, вот, о, пошли вопросы, ура, ура, ура. Первый вопрос, он такой, какой возраст волонтёров, на ваш взгляд, самый ценный, в том смысле, чтобы тесно участвовать в мероприятиях с детьми, с ментальными нарушениями? Насколько пагубно это влияет на самих волонтёров из вашего опыта, видимо, общения с детьми, с ментальными нарушениями? Имею в виду, ведь многие как губки впитывают в себя чужую боль, ужас, заболевания и так далее. Вот первый вопрос. Да, ну, знаете, я думаю, что, конечно, бабушки были бы прекрасные, но почему-то они у нас не рекрутируются никак. Вот. И мы много-много раз говорили о том, что идеально было бы, если бы это были, ну, люди пенсионного возраста. У нас практически, ну, не знаю, несколько человек, может, человек пять за всё время было вот старшего возраста. Ну, я могу спекулятивные всякие объяснения, да, выдвигать гипотезы по поводу того, почему это так. Ну, вот это почему-то так. Теперь по поводу пагубности. Вы знаете, вот я абсолютно убеждена, что ничего лучше для молодого человека, чем провести год в таком интернате, например, или в детском центре, где дети с тяжёлой инвалидностью. Ничего лучше этого не может вообще для него быть, если мы хотим, чтобы он был адаптивен, чтобы он был креативен, чтобы он был ответственен. Вот. Во всяком случае, я это просто знаю. У нас, знаете, у нас волонтёры пишут так называемые, у нас, ну, в шутку мы это называем лирические отчёты. У нас жёсткая система. Волонтёры каждый месяц должны написать отчёт. Он может быть на одну страничку о том, что происходило с ними, что происходило с ребятами, какие у них были трудности и разочарования, и какие у них были успехи. Вот. И это тома литературы. Мы всё... Наш один донор всё мечтает издать книжку с цитатами из этих отчётов. Вот. Мы часто, правда, используем цитаты из этих отчётов и для доноров, ну, чтобы они почувствовали живую жизнь. И вот, знаете, например, нам очень много там пишут о том, что происходит с ними самими. Во-первых, человек... То есть очень часто волонтёры писали нам о том, что у них изменилось представление о том, что такое человек. они очень ясно ощутили в общении с этими детьми и с этими взрослыми, что человек – это не его достижение, и не его интеллект, и не его полезность. Что душа человека – это совершенно не связанная с его достижениями вещь, не с его умениями. И когда происходит это соприкосновение с тем, что такое человек в его вообще существе, то это ведь делает, ну, я не знаю, мне кажется, молодого человека очень свободным. Как будто, знаете, ну, как будто успешен ты или не успешен, получилось у тебя или не получилось, ты не перестанешь быть человеком. И сначала, да, лучшие волонтеры у нас получаются из тех, кто сначала падает в обморок или убегает в слезах. Потому что это свидетельствует, ну, в общем, о чувствительности, о способности к сопереживанию. Но все эти люди, вернувшись, все практически, без исключения, сообщают, что уже там через три дня они перестают видеть, например, дефекты ребенка. Ну, просто это становится как рама у картины, да? Вот. Они перестают замечать даже обстановку, вот скудную, в которой дети живут. они видят детскую радость или детскую печаль, или детский интерес, или маленькое достижение, или открытие, которое делает человек. Они в контакте с ним. И вот это составляет ну, вот суть переживания. Вот. Вот такая вещь. И в этом смысле мне кажется, что это избавляет человека от страха, ну, вот от этого, знаете, механизма избегания, да? Вот. Когда я пережил ситуацию, что я вошел в такое место, где очень страшно, и оказалось, что там не страшно, что я могу с этим справляться, и что я открываю благодаря этому новые пространства, мне кажется, это дает огромную школу бесстрашия такого, да? вот здорового, бесстрашия, ну, то есть готовности преодолевать вот этот вот первый страх, который ведет к избеганию. Вот. И последнее. Знаете, наши вот подопечные, они же очень, ну, как бы для того, чтобы дать ему действовать самому, а мы настаиваем на этом, что ты должен только помогать, не делать за человека. Это учит тебя огромному терпению. которое тоже очень нужно для социальной адаптации человеку, правда? То есть ждать, пока человек с чем-то справится, ждать, пока он что-то поймет, ждать, пока он что-то выговорит. Медленно-медленно. 15 раз переспросить, прежде чем ты понял, что он произнес. Ну, многие спастичные, очень трудно понять, да, что он произнес. Или понять, что он имеет в виду. настроиться на очень тонкие сигналы, которые подает человек для того, чтобы его понять. Вы представляете, какая огромная польза для человека, который через это прошел в его последующей жизни? Я даже вижу, как вот человек сидит на переговорах с другим банкиром и замечает, как у того выступает испаренная или учащается дыхание и понимает, что что-то он сказал такое, что вызывает опасения у этого человека. Ну, например, я просто чисто прагматически, да, представляете, какие конкурентные преимущества у этого человека. Вот, так что, если говорить о пользе для волонтеров, то я думаю, что это очень здорово именно для молодежи. если говорить о пользе для ребят наших, например, взрослых и детей, то, ну, бабушки были бы прекрасны в своей теплоте, в своем опыте, да, вот, заботы и ухода, но, может быть, с ними было бы не так интересно. Вот. Да, спасибо огромное. Там есть еще пара вопросов, ну, на мой взгляд, они такие уже более частные. я хотел бы немножко выявить волю модератора и отнести их ближе к концу, чтобы нам сейчас не уйти в частности. У меня вот здесь вот вы смогли обрисовать такую очень объемную на самом деле картину, или даже это не картина, это какая-то земля, на которой вы все выросли, или какой-то эфир, в котором вы все соткались. Вот. а где здесь вы? Вы очень скромно обходите себя, свою персону, вот, мне бы хотелось вот, как бы, в дополнение вот всего этого изображения, а вот, а вы здесь где? Или даже, знаете, такой вот вопрос, а вы здесь, вот как бы, зачем? Вот именно вы, как руководитель. Вот, 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 это была как раз, да, такая моя вторая часть, которую мы прервали. Да, 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 мое основное послание такое, что я на самом деле думаю, что от руководителя действительно не так много зависит. Я вообще иногда удивляюсь, почему руководитель... Интересное мнение, раскроете ему, пожалуйста. Да, 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 придает такое значение огромное руководителям, это немножко меня удивляет, мне кажется. вот, потому что, ну, на самом деле, ну, мне кажется, что главная задача руководителя это выслушивать. Выслушивать людей, интересоваться тем, что они предлагают, чем они недовольны, что их смущает, какие у них вопросы и так далее. Вот это вот, ну, мне кажется, что, в нашем, по крайней мере, деле, нет, я не говорю про бизнес, я не говорю там про... Я думаю, что в нашем деле, где, ну, скажем так, ну, я немножко не люблю из менеджмента, ну, неважно, в общем, прибегнем к этому термину внутренняя мотивация, да, то есть, ведь, в общем, сфера, в которой, ну, мы работаем, по крайней мере, нашей организации, ну, и очень многие, на самом деле, НКО, она рекрутирует людей с внутренней мотивацией, строит все на внутренней мотивации, не так, что ты сейчас помучаешься, придешь в конфликт со своей совестью, но зато получишь за это потом вознаграждение, да, или там тебе будет скучно, или тебя унизят, или еще что-нибудь произойдет, но зато потом будет вознаграждение, вот, здесь, ну, на самом деле, мы очень сильно экономим деньги, мне кажется, как и весь бизнес мечтает, да, включить внутреннюю мотивацию, чтобы денег сэкономить, но и социальные организации тоже, да, но нам легче в этом смысле, то есть, когда вознаграждение находится в самом процессе деятельности, когда ты можешь реализовать свои собственные замыслы, когда ты можешь делать то, во что ты веришь, значимость чего ты веришь, когда ты можешь чувствовать, очень глубоко переживать вот это чувство собственного достоинства от того, что ты что-то изменил в этом мире, да, вот создать просто такую среду, и гуляй, и, собственно, сиди, и почивай вообще ничего, можно уже ничего не делать после этого, но только как-то регулировать взаимодействия какие-то, да, чтобы люди друг другу не мешали, вот, то есть, энергия, вся энергия, вот в нашей организации это точно так, вся энергия, все идеи, все замыслы, все проекты идут снизу, условно говоря, если подразумевать это низом, но вообще у нас много-много лет наше дерево, вот это вот, да, организационное дерево, так называемое древо, да, вот структура организации, мы ее рисовали в наших документах, ну, как бы стоящей на корне, где руководители, и, значит, крона туда, да, растет, вот, и оттуда, вот от этого света, от этого ультрафиолета, что ли, да, приходит и питательные вещества, и все это, да, вот от листьев, оно там от корня тоже чем-то питается, но, в общем, приходит-то все оттуда, да, и мне кажется, что задача руководителя, во-первых, создать условия, где люди могут свою внутреннюю мотивацию, ну, как бы развивать, где они могут реализовывать свои замыслы, ну, конечно, ты должен стоять на границе, отсекать нерелевантные какие-то замыслы, да, то есть просто, ну, если попало что-то, что совсем, так сказать, мимо ценностей, какая-то идея, ну, надо ее останавливать, да, ты должен держать границу, вот, ну, и, конечно, ты должен соединить тех, кто делает работу с теми, кто предоставляет финансовые ресурсы под это дело, вот, ты должен установить этот мостик, и он должен каким-то образом хорошо заработать, и в идеале, ну, вот мы сейчас стремимся к этой системе, у нас, знаете, наша организация, сейчас я вот немножко отклонюсь, из-за того, что вот все идет как бы от самих людей, все идеи, да, и все проекты, от тех, кто работает непосредственно с ребятами, из-за этого структура очень корявая у нас, она, на нее посмотришь, она вся кривая, знаете, вот в Зеленоградске, вот в Калининградской области на море есть такой дом, я его очень люблю, он называется Хихихаха, это такой дом, к которому совершались разнообразные пристройки, там какие-то бомжеватые люди живут, и вот кто-то верандочку пристроил, кто-то мансардочку, кто-то там крылечко приделал, да, и в общем он, он очень живописный именно тем, что он абсолютно, ну, вообще никаким образом, никакой структуры строгой в нем нету, а все как бы прилеплено одно к другому, но держится, да, и вот приблизительно так это у нас происходит, то есть структура очень экзотическая, благодаря тому, что все возникало в ответ на какой-то, на какую-то потребность, которая приходила от наших подопечных, на какую-то идею, которая шла от кого-то из волонтеров или из сотрудников, вот, и сейчас мы стараемся выстроить наш фандрайзинг, то есть привлечение финансовых средств так, чтобы мостики перебрасывать прямо от делателя к тому, кто финансирует, ну, если это более или менее крупные доноры, ну, чтобы они удочеряли какие-то отдельные там программы, какие-то структуры и находились бы в более непосредственном контакте с теми, кто делает, да, вот, вот такая штука, но, конечно, важно, да, важно выстроить хорошую финансовую службу, которая вовремя поймет, где у нас дыра и где нам надо развернуть какую-то деятельность по поиску средств срочно, вот, которая будет все это, ну, предоставлять картину управленческого учета, надо сказать, что это была, была очень такая важная штука, когда мы строили вот эту вот всю матрицу управленческого учета, когда бухгалтерский учет тебе не дает картины, на самом деле, да, вот, что происходит с финансами в организации, вот, поэтому имейте, кстати, в виду, что мы готовы этим делиться, это абсолютно открытая информация, у нас есть несколько изобретений в этой области, и как организация, которая пережила страшный кризис в шестнадцатом году, когда мы вынуждены были сократить 25, нет, сейчас я скажу, 40 человек, то есть это, ну, да, 25 процентов сотрудников, это была кошмарная драма из-за того, что мы не поняли вовремя, что у нас, мы неправильно считали деньги, вот, мы их неправильно считали, мы считали, что они у нас еще есть, а по факту у нас их не было, вот, вот такая история, да, ну, то есть, в общем, я это, если это интересно, я могу подробнее об этом рассказать, но с тех пор мы придумали некоторую систему, как не пропустить такой момент в будущем, вот, то есть, что мы делали, мы считали все деньги скопом, а поскольку у нас приблизительно половина денег, это грантовые средства, этих грантов огромное количество, то мы считали так приблизительно, вот у нас там, ну, у нас бюджет организации 110 миллионов, например, да, сейчас, значит, ну, мы считали, что вот у нас, значит, нам надо 110 миллионов, и у нас они вроде как бы, ну, их нету, как всегда, там, но, но ближайшие три месяца у нас все есть, а потом, значит, что-нибудь найдется, да, ну, вот так 25 лет живем с огромным дефицитом, то есть, мы начинаем год, не имея, ну, как минимум четверти денег, даже, так сказать, в виде договоров, вот, ну, и мы бодро считали, что, ну, всегда так было, и что такого, а потом мы посчитали, что по существу, если мы эти грантовые средства начнем расходовать бодро на покрытие других расходов, а потом их не соберем, то рухнет репутация, организация прекратит свое существование, вот, и вот где этот момент, когда это уже начинает сиреной быть, вот, вот, вот эту систему мы придумали, так что обращайтесь, если что, потому что мы пропустили этот момент, то есть, мы всегда, как бы, шли на грани этого риска, но, но мы пропустили момент, когда это стало чрезмерным, вот, вот такая история, ну, вот, но этот кризис нас очень многому тоже научил, и потом тоже могу рассказать, чему, да, но, значит, что зависит от руководителя? От руководителя зависит, скажем так, обеспечивать прозрачность организации вовне, вот это то, что он обязан делать, потому что, и с этим у нас ужасные проблемы, потому что мы, ну, сейчас мы больше за этим следим, но долгое время, я очень хорошо помню, как одна ученая дама из системы образования коррекционного, когда пришла, ну, там изучать вот этот вот наш опыт с развитием детей, с глубокой и тяжелой имственной отсталостью, вот, она посмотрела на все это дело и сказала, вы что, вообще с ума сошли, вы столько всего делаете, вы делаете больше, чем этот, 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 я не буду говорить, кого она упоминала, да, но о вас не слышно и не видно вообще ничего, как это вот вы себе такое позволяете, да, вот, и это огромная работа по обеспечению прозрачности, не только в смысле того, как текут финансы, да, но прозрачности всех значений, всех особенностей этой организации, и это, конечно, ну, это, это с одной стороны обидно, потому что это целая армия людей, которая должна это обеспечивать, и вроде как бы жалко, что на это расходуются средства, но с другой стороны, я думаю, что этим мы влияем на общество в целом, так что это тоже не зря, вот, поэтому мне кажется, что руководитель должен просто ну, соединить людей между собой, соединить структуры, системы социальные между собой, вот, вот он должен как-то все время быть на стыке взаимодействий, и просто их улучшать, больше ничего не требуется, если, если организация построена на так называемом патисипативном менеджменте, то есть на том, что люди порождают собственно концепции того, как надо работать в будущем году, ну, вот у нас, какая у нас система планирования, у нас планирование годовое начинается, ну, обычно очень рано, сейчас мы вообще постановили, что оно начинается в мае, можете себе представить, у вас так же, да, Юр? Нет? Вот, а почему, да? Меньше? Мы тоже очень стараемся думать, конечно, над предстоящим годом, но думаю, это где-то ноябрь-декабрь. А, ну вот, это намного позже, мы тоже так раньше делали, а потом как-то мы поняли, значит, смотрите, как это все у нас происходит, сначала координаторы говорят с сотрудниками и волонтерами, а что вообще надо изменить в будущем году, а что точно надо обязательно сделать, где у нас совсем незакрытая потребность, какая-то и беда там у наших подопечных, а где душа болит, а где идеи новые, да, какие есть. Все это собирается, и координатор, первый человек, который думает, как это реализовать и что для этого потребуется. Дальше это обсуждается с директорами, ну, у нас совет директоров, там, каждая программа большая, она имеет своего директора, поэтому у нас восемь штук директоров. Вот. Значит, этот, значит, координаторы, ну, под каждым из этих директоров, там, значит, от четырех до, там, восьми координаторов. Значит, эти координаторы начинают обсуждать это с директорами. и потом это все обсуждается на совете директоров, и потом это превращается в такую концепцию, а чего бы вообще хотелось. И дальше эта финансовая служба обсчитывает и выясняется, что для этого потребуется не 110 миллионов, а 180 миллионов. Вот. Дальше, значит, начинается размышление над приоритетами и над тем, чего все-таки можно не делать, а что все-таки делать обязательно надо, и что можно не делать, то, что мы делали в прошлом году, а вместо этого сделать что-то другое. После этого, значит, фандрайзинг, ну, фандрайзинговая служба наша, но она называется ПРФРМ, фиар-фандрайзинг, да, вот, значит, она начинает размышлять, сколько она может чего, так сказать, предпринять, чтобы, то есть, сколько она может собрать средств и какими способами в будущем году, и какая нужна поддержка со стороны тех же директоров, координаторов и сотрудников для того, чтобы это совершилось. И начинается торговля и переговоры, они говорят, мы можем собрать только 90 миллионов, а если вам надо 150, то собирайте остальное сами. А те говорят, ничего мы не будем собирать, мы не умеем, отстаньте от нас, просто дайте нам денег и все. Потому что, то, что мы делаем, очень важно, то, что мы предлагаем, очень важно, и вы должны это понять. и это довольно сложный переговорный процесс. Тогда фандрайзинг говорит, хорошо, а вы будете, например, не знаю, там, устраивать уличные акции такие-то и такие-то там с подопечными, да, ну ладно, говорят, будем, может быть, но за это мы откроем вот такой новый проект или не откроем, да, ну и так далее. То есть, в общем, это довольно сложный переговорный процесс, и в конце концов в идеале. Это не всегда идеально получается у нас, но в идеале каждый, кто что-то предложил и это в результате не будет сделано в следующем году, должен понять, почему. Должен получить на это обратную связь. Вот. И, конечно, это процесс с одной стороны ну затратный, он затратный по времени и по всему, но с другой стороны знаете, это создает ситуацию, когда вот ну, не знаю, что ли, каждый, кто что-то предложил, по крайней мере, да, или, может быть, даже почти каждый сотрудник верит, что вообще он тут хозяин и на нем вообще вся ответственность за то, что мы тут творим. Вот. вот. Но я немножко идеализирую картину. Конечно, не все так красиво выглядит в реальности, но близко к тому. И дальше ты очень экономишь на управлении, потому что тебе не надо ничего продавливать и продавать сотрудникам. Они сами это придумали. и они сами страшно хотят это сделать. Вот. И, собственно, ну, обязанность руководителя просто организовывать все эти процессы. Не забыть, что надо еще вот этому дать обратную связь, что надо вот этого не забыть проинформировать, да, что вот этого с этим надо свести, чтобы они договорились. Вот. Ну, вот, собственно, и все. А скажите, пожалуйста, вот мне, ну, многое откликается, но тут же встает вопрос, во всяком случае по себе я его чувствую и знаю, что вот это такая постоянно выстроенная все-таки работа ради тех людей, ради которых вообще возникли, кому вы помогаете и так далее. Собственно, это же, ну, я не знаю, как в процентном отношении, но в большом. это некое планирование наперед на много лет в том плане, что это тянуть лямку. Это, так сказать, ну, условно, да, там одни и те же дети, один и тот же его учреждение, один, в общем-то, и тот же функционал, и все это годы вперед, годы вперед, годы вперед. и как вот это включенность в то, что тянуть вот эту вот лямку вот этого постоянства стабильности, а зачастую, может быть, только вы являетесь гарантом стабильности для вот очень многих ваших, в том числе, ну, скажу, подопечных и так далее, да, как это все сочетается, с одной стороны, вот с этим, как вы сейчас говорили, там, большим количеством или небольшим, там, предложений, креатива и так далее, а второй момент, как это сочетается в том числе и с, ну, благотворителями, в том плане, что благотворители тоже, они, ну, вот условно, вот, причем, в моем понимании редко такие бывают, но все же, если они берут вот ответственность за какую-то часть лямки, как бы на годы вперед, да, то совершенно справедливо человек уже какой-то креатив может и не понять, и не принять, и, так сказать, вот, вот, какую часть вашей вообще деятельности вот это вот тянуть лямку занимает, и как это сочетается вот с этими идеями, ну, зачастую, может быть, там, ну, какая разница, условно говоря, что ты предлагаешь, если мы ради этого зарежем вот эту вот деятельность вперед, ну, наверное, это не так и ценно с точки зрения организации, или как? Ага, да, 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 вот мы с вами, это здорово, да, что мы в каком-то смысле пришли к тому, с чего начали, да, мы с вами еще до начала, ну, вот нашего вебинара говорили о том, что сдвигаются тектонические пласты, да, мы живем в потрясающе изменяющейся социальной политике, вот, и я бы сказала вообще в изменяющейся системе социальной защиты в нашей стране населения. Я считаю, что вообще, вот, знаете, есть такая пословица, не дай бог жить в эпоху перемен, по-моему, или, да, как-то так это звучит, а вот мне кажется, что это как раз потрясающий азарт вызывает, вот, жить в эпоху перемен, вот, и у нас есть основная идея, что все, что можно ссадить государству, надо ссадить государству. Делать надо только то, что оно не делает и делать пока не будет. Поэтому мы не то, чтобы там прям закрываем какие-то проекты, вообще не закрываем мы их, но мы их можем, например, все-таки отдать государству. Сначала мы очень боялись, потому что нам казалось, что рухнет качество, все будет формально сделано как-то, да, что-то становится похуже, чем было, но иногда даже лучше. Вот, например, я вам могу сказать, что школа, которая работает в нашем корпусе, например, в интернате, она работает лучше, чем наша школа работала, но школа, которая работает в соседнем корпусе, работает хуже, чем наша школа. Но, то есть я к тому, что это не обязательно будет хуже. Не обязательно. И кроме того, у нас остаются, то есть смотрите, как вот все смещается, да, мы меньше делаем сами и больше вместе с ребенком, как родитель, смотрим, а хорошо ли его учат, а не помочь ли нам этой школе, чтобы она лучше учила. Например, мы можем подтащить каких-то экспертов, если мы видим, что люди, ну, как-то не понимают, что-то не справляются учителя, да, вот. А хорошо ли их лечат? Ага, вы не умеете, там, или у вас там один стоматологический кабинет, который лечит детей под общим наркозом, зубы, да, на весь Питер? Ага, сейчас мы пойдем в комитет по здравоохранению и добьемся открытия второго и третьего. Ну, то есть, понимаете, да, то есть это как бы, ну, то есть мы, а раньше мы содержали стоматолога, мы нашли немецкие деньги, чтобы открыть стоматологический кабинет внутри интерната. Понимаете, в чем изменение подходов, да? А сейчас уже мы в такой позиции, когда мы можем добиться от комитета по здравоохранению открытия, там, второго и третьего кабинета в городе. Вот, то есть я имею в виду, что как бы это сказать, из-за того, что мы не только сдвигаются тектонические пласты, но и мы, Юра, с вами можем их сдвигать, появляются новые обстоятельства, новая среда, в которой мы находимся. И эта новая среда, она нас заставляет делать новые вещи, прекращать делать какие-то старые, которые мы делали, как дублирующие или необязательные, и начинать делать новые. Вот, вот, я не знаю, понятно объяснила? Да, мне очень понятно, и я очень благодарен за вот это объяснение, оно действительно очень многое ставит, но в моей голове, вот, из того, что вы говорили, как-то вот по местам и как-то пазл, склеивается, то есть, можно ли тогда вас современным языком называя, ну, в таком социальном, что ли, ключе, добрым ключе, таком длительном ключе назвать, такие вот социальные, вот, стартапы вы запускаете, которые впоследствии переходят в руки уже других, ну, тоже в кавычках управленцев, в кавычках менеджеров, не знаю, хозяев, как хотите, в хорошем смысле, вот, а ваша задача инициировать новые какие-то процессы, благодаря которым жизнь тех людей, о которых вы заботитесь, она дальше будет меняться, вот, ну, с вашей точки зрения, к лучшему, вот, и так далее, и так далее, то есть, правильно? Да, хотелось бы так видеть, это не так бодро идет, ну, безусловно, да, это десятилетие, это, так сказать, да, с черепашьим, таким государственно-социальным ходом, но, да, 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 но, конечно, мы к этому стремимся, другой вопрос, что просто отдать, вот, я люблю это слово тиражирование, меня от него просто трясет, да, не получается никакого тиражирования, надо, на самом деле, прямо сопровождать каждую возникающую сущность, да, вот ее вот, и она должна очень трансформироваться под условия, в которые она попадает, она не будет такой же, как соседняя, она будет все равно уникальная, да, вот, поэтому мы, в общем, сейчас довольно много занимаемся тем, чтобы передавать свой опыт, у нас сейчас открылось отдельное, большое подразделение, которое занимается только передачей нашего, ну, нашего опыта тем, кто хочет его взять, вместе с обучением, вместе с передачей прямо целых моделей, каких-то деятельностей, если кто-то хочет взять, вот, и, в общем, мы собираемся и дальше это развивать, но именно не в плане того, что вот мы вам сейчас дадим, как, вы знаете, франчайзинг, да, вот прямо дадим рецепт, вы его там воспроизведете, у вас все получится, я в это вообще не верю, вот. Ну, это часто стадии, ну, может быть, и какие-то процессы, алгоритмизируемые, а с другой стороны, на мой взгляд, это стадия, это вот как написать учебник, вот, когда, да, кто-то думает, да, взял, написал, ничего подобного, это же десятилетия разного рода текстов, десятилетия размышлений, десятилетия проговаривания, десятилетия всего, и только потом складывается емкая фраза, благодаря которой можно, да, что-то охватить, описать, уловить что-то, то есть здесь, мне очень отвлекается, да, то, что вы говорите, да, здесь, конечно, как-то вот по вот этой модели закусочных не пройдет, вот, но, может быть, через какие-то десятилетия, может быть, действительно, что-то будет уже как-то отточено до каких-то инструкций, но инструкции работают там, где уже ткань все впитала, там уже, где все как бы вот есть, вот там инструкция, может быть, работает, а на голом месте она безусловно не работает, это все, конечно, бессмысленно, ну, простите, да, это вот, да, тут, кстати, вопросик по поводу того, как можно записаться, просто идете к нам на сайт, там есть целый раздел передачи опыта и знаний, там всевозможные вебинары, семинары, и все на свете, можно все почитать, можно с нами связаться, можно отдельно, ну, например, заказать какое-то там, я не знаю, консультирование там, и пока что мы все это делаем бесплатно, слава богу, пока имеем такую возможность, так что, пожалуйста, пользуйтесь, ну, а дальше я не знаю, как мы будем справляться, но пока все бесплатно, так что, вот, вот такая история, ну, по нашему опыту, те, кто хотят, ну, в социальной сфере, в такой благотворительной учиться, как правило, платить просто не в состоянии, разве что символические деньги, да, 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 простите, там набираете www перспективы.ru, попадаете на сайт, и вот смотрите там обучение, если почему-либо не найдете, пишите там мне, я вам отдельно ссылку брошу на именно этот раздел сайта, если вдруг не найдете, вот, а по поводу, знаете, по поводу стартапов, у нас немножко другой образ, Юр, вот мы когда пытались, ну, вот у нас есть там миссия организации, которая мучительно вырабатывалась, потом она в какой-то момент трансформировалась, и переосмыслялась, и прямо коллегиально у нас такие, под это дело собираются все желающие, человек 50, и мучаются на эту тему, вот, и в какой-то момент была такая история, ну, то есть мы раз приблизительно в 3-4 года делаем такие, такие так называемые сессии по стратегическому планированию, в которых участвуют все, кто хочет в организации, в последней сессии участвовало 60 человек, вот, это чисто добровольная история, ты можешь быть волонтером, а можешь быть педагогом, а можешь быть директором, не важно совершенно твоя позиция, важно, что ты хочешь влиять на стратегию, поэтому приходи, да, ну вот, и в какой-то момент мы выработали такой образ того, что такое перспективы, и там такая картинка ледокол, ну, то есть такое тяжелое судно, которое своим весом продавливает лед, а за ним плывет фалатилия корабликов всяких, вот, то есть мы скорее себя видим, как, ну, скажем, вот такую, ну, как бы, такую организацию, которая создает условия для развития своих собственных идей каким-то вот организациям, работающим в интересах нашей целевой группы, конечно, только. Мы очень-очень узко, узкие по целевой группе, то есть в этом смысле у нас очень, очень жесткая специализация. У меня возник другой образ уже после вот этого стартапа, но близкий к этому, не знаю, насколько он как-то вот отражает, что вы, как какие-то вот условно садовники, выращиваете какую-то ветку, веточку, кустик, а потом прививаете, собственно, смысл привить его на мегадерево, чтобы на мегадереве были не только что-то скалистое, зубастое, значит, холодное, но на нем росло что-то еще и теплое, зеленое, с цветами и фруктами. Вот как-то так. У меня как-то такое. очень хороший образ, мне очень нравится, да, да, это правда, это точно. Да, ну, я не знаю, там друзья нам вроде как вопросы пишут, друзья, коллеги, да, не стесняйтесь, вот вижу много благодарности, да, наконец вот можно, наверное, дойти до обширного вопроса про волонтеры во время ковида, да, Мария, поделитесь, пожалуйста, что делали волонтеры, как была выстроена работа во время коронавируса, в социальных учреждениях, адресной помощи, чему научил этот опыт вас и ваших волонтеров, и какие коррективы коронавирус вынес? Ой, да, это, я очень благодарна за этот вопрос, потому что, ну, правда, мне очень интересно на него отвечать самой, вот, это грандиозный опыт коронавирусный у нас, когда началась вся эта история с пандемией, нам закрыли вход в учреждение, то есть наших волонтеров и сотрудников перестали пускать и в детские, и во взрослые интернаты, и мы впали в панику. Сначала, значит, мы собрались, стали мучительно думать, что же теперь делать, что мы осмысленного можем делать, думали кинуть все силы на программу семейной поддержки, с тем, чтобы, ну, помогать больше семьям, а тут еще грянуло то, что пришло постановление закрыть центры дневного пребывания, все, ну, реабилитационные центры, и закрыли еще и наши центры, которые как раз семьям помогают, не тем, кто в интернатах, а семьям. И, в общем, началась какая-то прям паническая история у нас, потому что мы понимали, что интернаты – это самое опасное место с точки зрения заражения ковидом, понимаете, да, то есть дикая скучность, по 15 человек в комнате, ну, или по 6 минимум, приходящий, приезжающий на общественном транспорте персонал, вот, и у нас действительно в одном учреждении погибло около, то есть заболело около 500 человек, и погибло около 90, ну, то есть там это просто что-то ужасное, не в нашем, к счастью, в котором мы работаем, но в другом таком же психоневрологическом интернате, вот, ну, и, в общем, мы начали, конечно, орать со страшной силой, орать в прессу, писать письма всюду, что, и, значит, у нас возникла идея, что, ну, хорошо, пускают нас или не пускают, но мы должны вытащить из интерната самых слабых, тех, кто не переживет коронавирус, тех, у кого диабет, у кого онкология, у кого кошмарные сердечно-сосудистые проблемы, у кого проблемы с дыхательной системой, из-за того, что у них там, ну, схема тела вся нарушена, в смысле нарушена структура тела, да, там и так далее, то есть вот у нас, мы сделали такой список, самых-самых уязвимых, и начали писать письма во все инстанции, что мы просим этих людей нам отдать на время ковида, мы стали думать о том, что мы можем использовать наши центры дневного пребывания для того, чтобы поставить там койки и расселить там людей, мы можем в наши квартиры взять дополнительных людей, потесниться, мы можем снять квартиры еще и расселить там людей, ну, в общем, сделать все, что угодно, чтобы вытащить из интернатов, из жуткой опасности вот этих наших подопечных, нам посыпались письменные отказы, мы стали писать, соответственно, омбудсменам, министрам, ну, и, к счастью, конечно, у нас есть такой соратник, как Ньюта Федермейсер, которая может добраться до министров, потому что она член штаба ОНФ, центрального штаба ОНФ, вот, и она умудрилась организовать нам встречу с министром труда и соцзащиты, там же был представитель Министерства здравоохранения, высокопоставленный, и мы с Ньютой час, ну, просто всеми, со всеми примерами убеждали их, что лучшее, что можно сделать, это пустить волонтеров, ну, тех волонтеров и сотрудников, которые всегда там работали, пустить их, потому что они, ну, то же самое, что персонал, ну, понятно, со всеми средствами профилактики, что это просто дополнительные руки, что сейчас персонал начнет болеть и отваливаться, его будет не хватать, нужны люди там, да, и что нужно всех, кого можно оттуда отдать, отдать нам, отдать НКОшкам, другим отдать всеми, и о чудо, я не знаю, как вообще это случилось, да, просто Божья милая, что нас услышали, и прямо буквально через несколько дней вышло письмо четырех, так называемое, то есть письмо за подписью министра соцзащиты, министра здравоохранения, министра просвещения и главы Роспотребнадзора Поповой, о том, что людей отдавать из интернатов родственникам и НКОшкам и пускать волонтеров и сотрудников, которые до этого там работали, не новых, потому что новых действительно не стоило, конечно, пускать в этот момент, но тех, кто уже, так сказать, в этих учреждениях работал раньше. Вот, и понеслось, и мы взяли в соратники, Антон тут рядом, такая организация, работающая с аутистами, у них тоже закрылась квартира тренировочная в этот период, и она была свободна, и Горди, потому что родители расхватали детей по домам, ну, не детей, взрослых, но выросших сыновей и дочерей, да, расхватали по домам, и у них было тоже огромное количество свободных мест, и, в общем, мы вывели 26 самых уязвимых людей из интернатов, и интернат даже дал нам деньги, можете себе представить, то есть, в конце концов, мы добились, что они нам выдавали деньги на питание, вот, то есть, конечно, соцобслуживание никто не финансировал, ясен перец, да, но, но, по крайней мере, нам дали деньги на питание, вот, такая вот история, потом даже президент подписал указ о том, что за каждого взятого подопечного мы получим помроту, и это было на протяжении трех или четыре, по-моему, месяца, четыре летних месяца, то есть, это то, на что мы вообще не рассчитывали, это, конечно, грандиозно, ну, и закончилось все тем, что, ну, когда открылись наши центры, когда, так сказать, интернаты немножко научились эпидемиологическую деятельность, разумную какую-то вести, тоже не без нашего вмешательства, конечно, вот, мы, ну, поняли, что все, ресурсов у нас больше нет, даже, даже пространственных, на всех, и тогда мы решили, что, ну, по крайней мере, то есть, мы попытались не вернуть никого, мы писали правительству, чтобы нам дали квартиры, пользование безвозмездное, мы писали там в разные инстанции, ну, в общем, короче говоря, нам удалось не вернуть в интернат только шесть взрослых и троих детей, самых-самых слабеньких, и таким образом у нас открылось три новых квартиры за время пандемии, вот, банк ВТБ купил нам две квартиры, банк ВТБ и еще одна строительная компания, которая почему-то не хочет, чтобы ее называли, вот, они нам купили две квартиры, еще один наш донор предоставил нам безвозмездное пользование квартиру, вот, и таким образом мы открыли три квартиры дополнительные, вот такой, такой пинок мы получили в виде пандемии, вот, знаете, вот действительно кризис, это, да, в нем всегда есть потенциал развития, что с этим директором, который пытался нас выгнать, что с пандемией, да, вот, какой-то есть вот в этом импульс развития, но, к сожалению, конечно, не все так весь, да, да, и потом нас пустили обратно в интернаты, и когда они закрывались на обсервацию, если там обнаруживался ковид, то какая-то часть наших сотрудников там оставалась на две недели вместе с персоналом, и это дало какой-то потрясающий рывок в отношениях с государственными, с государственными персоналами, вот это просто поразительно, у нас всегда были довольно сложные отношения, а сейчас они значительно улучшились, вот когда люди там вместе пожили в обсервации бок о бок, что-то такое сдвинулось, знаете, в сознании, вот, вот такая штука. Разрешите задать вопрос, Николай меня зовут. Николай, очень приятно. Я хотел бы задать вопрос такой, вот, когда у вас сформировалось ваше волонтёрское движение, я просто немного касаясь нашего корпуса скажу, и с чем мы сталкиваемся, и сейчас, в данный момент. Мы недавно существуем, там полгода, но у нас очень активно разросся, вот, и когда мы установились как личности, у нас пошло такое паломничество разных, начиная от государственных структур, заканчивая всякими там организациями, которые как бы на нашем имени хотят, ну, наверное, себе какие-то преференции заработать. Я бы хотел спросить, как вы с этим поступаете? Вы всех принимаете, говорите, добро пожаловать, или как-то от них как бы дистанцируетесь? Спасибо. Ну, скажем так, у нас вот такого паломничества не было, да, но, скажем так, у нас всегда, мы волонтеров отбираем всегда штучно, то есть никто не может просто прийти к нам, ну, группой товарищей, да, то есть волонтеры обязательно проходят собеседование, и у нас была очень большая дискуссия в Питере с организацией «Подорожник», которые считали совершенно неэтичным кому-либо отказывать из волонтеров, а мы считаем вполне этичным отказывать. Вот, и мы отказываем. И мне кажется, что нам помогает, я не знаю, с какой целевой группой вы работаете, нам очень помогает наша целевая группа, то есть мы всегда говорим о том, что вот наши подопечные, они такие особые, поэтому мы никак не можем просто, ну, скажем, брать группу людей, да, мы можем только кого-то, каждого человека вот буквально рассматривать под лупой, можем ли мы его допустить к этой деятельности, потому что этим людям можно причинить вред. Вот. Так что вот так мы подходим. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос? Ну, может, я немножко неправильно объяснил. Вы сейчас, наверное, имеете в виду про подбор волонтёров, что паломничество началось, я про другое, что, допустим, различные партии, мы, я так аккуратно обтекаем, различные структуры, которые хотят себе, вот мы, ну, сейчас пошла же как бы такая политика, что у нас все волонтёры пошли резко, должны быть такой, «Россия добровольцев», вот, и как бы, если у других не делается, то на вас можно попиариться, ну, прийти сфотографироваться там и сделать себе имя или показать. Я вот про что, вы резко отказываете им или таких у вас просто нету, потому что специализированное направление. Мы работаем с пожилыми, вот я и хотел сказать, мы с пожилыми, с пандемией начала работаем. Понятно. Нет, мы отказываем резко любой политической партии вне зависимости от её направленности, если нас хотят, так сказать, ну, взять под, ну, любую даже акцию под эгидой какой-то партии, любой. Вот. Был смыслной эпизод, когда нам позвонила партия ЛДПР и сказала, что они хотят нашим подопечным подарить фуражки, ну, не фуражки, а эти самые, господи, бейсболки, но как бы кепочки, да, кепочки и футболки. Вот. В большом количестве, несколько коробок. И мы согласились, и они нам внесли в офис эти коробки, внесли, и мы открыли их, и оказалось, что на них надписи ЛДПР, и на футболках, и на кепках. Вот. И мы, в общем, помчались обратно с этими коробками и успели поймать отъезжающую машину и все обратно им загрузить. Вот. Вот приблизительно так. Нет, мы строго придерживаемся позиции, что мы не участвуем ни в какой политической деятельности и не присоединяемся ни к какой политической направленности вообще, какая бы она ни была. Ну, а доноры? Вы, если приходят люди, вам помогают, вы как-то благодарите и через соцсети тоже их показываете или нет? Ну, те, которые... Да, по-сюда. Да. Вот сейчас сказали про ВТБ, допустим. У меня в этом и смущение сейчас идёт, потому что организация становится... Я руковожу молодёжным отделом в епархии, я священник. Вот. А в Талине волонтурский фонд. Благословите. Бог благословит. Вот. Но мы полгода работаем, у меня вот из-за этого очень много как бы вопросов. Допустим, если человек состоит в партии, но он приходит, нам дарит что-нибудь хорошее. Можем ли мы его благодарить официально в соцсетях, допустим? Вот вы благодарите и говорите, кто это или нет. И вот у нас проблемка вот всё-таки с дистанцированием, потому что все хотят поучаствовать, и мы не знаем, как бы принимать это. Одни говорят, что смотрите, потому что на вас имя зарабатывает. Другие говорят, ну почему? Берите всех к себе и добро пожаловать. И мы так вот мечемся, не зная, как поступать, потому что людей много приходит, и не знаем. Ну, мне кажется, что пусть зарабатывают себе имя, важно, чтобы нас не вовлекали ни в какую политическую деятельность. Ну, мне так кажется, мы так, то есть мы, да, благодарим всех, кто не возражает, чтобы мы их благодарили. Но, правда, мы не делаем специальных постов по поводу пожертвований, но они оказываются там в списке благотворителей. Если нам ставят условия, например, что мы там, ну, я не знаю, делаем какую-то публикацию определенную, то, ну, мне кажется, что, ну, я не знаю, у нас не было так, чтобы это прямо было с указанием политической партии, партии, но, например, это может быть депутат какой-то, который нам что-то там в чем-то помогает и жертвует. Мы благодарим, да, депутата. Понятно, что он, скорее всего, ну, может быть членом какой-то партии. Но стараемся просто называть его имя и не называть его принадлежность к той или другой партии. Вот. Это действительно очень тонкий вопрос. Но вот не знаю, мы как-то стараемся просто, чтобы нас не вовлекли ни в какую, чтобы, скажем, от нас не потребовалось никакой активной деятельности даже ношения кепок в пользу какой-нибудь партии. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Да, ну, друзья, тоже добрые слова. Очень вам признателен всем. Вот. Давайте тогда Марию отпустим. Уже действительно вечер. Вот, да. Спасибо и всего вам доброго. Очень рада была всех увидеть. Пока. Да, всем пока, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok